Первый поединок выигран. Впереди еще четыре. Миша Маркелов в тэквондо уже семь лет. Привели в шестилетнем возрасте. Так и остался. Соревнования для него совсем не редкость. Уже привык и даже почти не волнуется. Каждый раз рассчитывает на победу. Конечно, первый. Всегда первый. Надеюсь на него всегда. Мишин папа ходит на все соревнования сына. Поддерживает, волнуется и также надеется на победу. У нас праздник, большой семейный праздник, когда мы побеждаем. У нас торжество и праздничный ужин. Все как положено. Открытое первенство города Уфы проводится впервые за несколько лет. Приехали участники из восьми городов России. В Уфе 15 секций тэквондо. Занимаются дети с шести лет. Уже после двух лет занятий спортсмен может получить желтый пояс и начать принимать участие в соревнованиях. Наличие пояса показывает техническую готовность. Но здесь еще тактическая, психологическая подготовка. Очень важный момент. Иногда ребята выходят с желтым поясом, выигрывают тех, кто с черным поясом. Более психологически подготовлены. Выспаться надо. Дорога тоже очень влияет на приезжих спортсменов. То есть приезжим тяжелее выиграть, да? Родные стены помогают сюда. По идее, да. Поэтому мы и проводим у себя, чтобы немножко было в плюсе мы были. Соревнования – это стресс не только для участников, но и для тренеров. От своевременных подсказок которых на 60% зависит успех спортсмена. Тренера очень волнуются. Даже, можно сказать, в принципе… Да, больше. И так же, как спортсмены, выходишь, как выжатый лимон после боя. Приходя домой. Приходя домой, да. Итог наших трудов, что мы в них вкладываем, мы видим, чему мы их научили, чего они сами достигли. И на чем в дальнейшем работать. На тактике, на технике, как бы много морального, психологического. Опыт, который дети получают на соревнованиях, сложно оценить. Ведь это и физическая, и психологическая подготовка. Умение сконцентрироваться и быстро среагировать в сложной ситуации. Надо подстроиться под соперника, сделать то, что нужно, а не то, что умеешь. Зачастую арсенал спортсменов очень великий, но для победы нужно одно или два движения. Все остальные, например, могут, наоборот, привести к проигрышу.